В прямом эфире телеканала «Настоящее время» программа «Вечер». Меня зовут Ирина Ромалийская. Здравствуйте. Тема сегодняшнего выпуска. Месяца дня нападения Хамаса на Израиль. Тысячи убитых, десятки тысяч раненых. Армия в секторе ГАЗа, а в Европе растет антисемитизм. Помощник главнокомандующего ВСУ открыл полученный подарок. Прозвучал взрыв. Он погиб. Дети ранены. Расскажем подробности. Склоняет ли Запад Украину к мирным переговорам с Россией? Ожидаем в прямом эфире разговора с украинским журналистом Виталием Портниковым. Польские перевозчики заблокировали пункты пропуска с Украиной. Киев это оценивает как болезненный удар в спину. В России хотят создать Министерство счастья. Выяснили все, что известно. Наша команда станет точно немножко счастливее, если вы поставите лайк и сделаете это прямо сейчас. Подписывайтесь на нас в Ютубе, а мы начинаем с кадров из Израиля и других стран мира. Боевики Хамас вторглись в Израиль ровно месяц назад. На кадрах, которые вы сейчас видите, это акция родственников, заложников Хамаса и небезразличных. Они призывают вернуть домой их близких. По данным израильских властей, сейчас в плену у Хамас не менее 240 людей. Акции в Израиле начались еще накануне вечером. Фотографии заложников показывали на стене плача. Кроме того, участники зажгли 1400 свечей. Именно столько израильтян погибло в результате нападения Хамас. Из Министерства здравоохранения ГАЗы, которое подконтрольно Хамасу, в свою очередь заявляет, что о секторе за этот месяц погибло более 10 тысяч человек. Из них более 4 тысяч – это дети. Но еще раз подчеркну, что это министерство контролирует боевики Хамас и проверить эти цифры невозможно. Ну а вот на этих кадрах девушка по имени Май Хаят. Она пережила нападение на музыкальном фестивале «Нова». Она работала барменом, застала и первый зал «Пракет», и непосредственно налет самих боевиков. Вот что Май рассказывает спустя месяц после трагедии. «Нет, нет, 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 нет. Вот что я говорила. Когда нас вытащили из ямы, он связался со старшим террористом и сказал «У нас двое заложников». Он сказал по-арабски, но я поняла, он сказал «Двое похищены» или что-то в этом роде. Это было очень ясно. В какой-то момент они убили Ави, потому что он плакал. Рядом со мной. Я осталась с ними одна. Они собирались посадить меня в машину, но машина не заводилась. И тут между ними произошла неразбериха. У них изменился план. Я не понимала, что происходит. А потом мы пошли в сторону места вечеринки, и они грабили все, что видели. Они просто ворвали все, до чего дотягивались. А я им помогала. Все, что я могла найти, я отдавала этому террористу. И, возможно, именно это заставило его сжалиться надо мной и в какой-то момент меня отпустить. Он просто сказал мне «Иди». А другой террорист спорил с ним и говорил, что хочет меня убить. И я смотрела, как они спорили, убивать меня или нет. И я убежала. И когда я бежала, я видела вокруг себя кучу боевиков с оружием, винтовками, всем, что они могли унести. И я спряталась от них. Из сектора газа сегодня должны были выйти около 600 иностранцев и палестинцев с паспортами других государств. Большую часть списка составляют граждане Германии. Их около 150 человек. А также там есть филиппинцы, канадцы и украинцы. Франция и Канада уже заявили, что смогли эвакуировать своих граждан. Другие страны пока не отчитывались. По данным украинского посла в Израиле, в списке впервые оказались граждане Украины. 101 человек сегодня должны были как раз выбраться из газа в Египет. Мы связались с посольством Украины в Израиле. Там пообещали обнародовать информацию о спасенных, как только, цитата, как только она будет. Всего из сектора газа через погранпереход Рафах уже вышли более тысячи человек. Гуманитарная ситуация в регионе по-прежнему на грани катастрофы. Израильская армия утверждает, что организовала гуманитарный коридор с северной части сектора на юг. На севере идут основные бои. Город газа в окружении. По данным Цехал, там был взят опорный пункт боевиков. Израильские военные утверждают, что в нем нашли оружие, в том числе противотанковые ракеты, а также данные разведки Хамас. Останавливать наземную операцию Израиль не намерен. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что прекращение огня невозможно, пока не освобождены заложники. По данным израильских властей, боевики удерживают 242 человека. Нетаньяху допустил только, как он выразился, небольшие тактические паузы на пару часов, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи в сектор газа или обеспечить выход заложников. Ну и сегодня он же, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, заявил, что после окончания боев Израиль, именно Израиль, будет нести ответственность за безопасность в секторе газа в течение неопределенного времени. Уже сейчас очевидно, что США, ЕС и арабские страны на это не согласятся. Какие вообще существуют идеи управления газой, расскажет Мария Яблонская. «Президент Байден считает, что Израиль не должен оккупировать газу, что это будет ошибкой. Кто должен управлять газой, когда всё это закончится?» «Я полагаю, что Израиль на протяжении неопределенного пока периода времени будет полностью отвечать за вопросы безопасности. Поскольку мы видели, что происходит, когда мы этим не занимаемся. Если мы не будем контролировать безопасность, там произойдёт невообразимый всплеск терроризма Хамас». Из этих слов пока непонятно, что именно имеется в виду под обеспечением безопасности. Тут много вариантов. Начиная от оккупации, передачи сектора под прямое управление Израиля, до разоружения и ареста всех боевиков и создания нового правительства. В той или иной форме подотчётного Израилю. Ещё одна опция – размещение в секторе израильских военных. Пока что можно только с уверенностью говорить о том, что израильские власти весь последний месяц утверждали – оккупировать сектор газа по окончании войны с Хамас они не собираются. Этот сценарий также сильно не нравится Вашингтону. Будущее газы госсекретарь США Энтони Блинкин в выходные обсуждал с лидерами арабского мира. Происходящее в регионе все они считают, я цитирую, «коллективным наказанием всего палестинского народа». Совершенно ясно, что когда мы говорим о будущем газы, западного берега, взгляды палестинцев, голоса палестинцев, надежды и ожидания палестинцев – это главное. Палестинская автономия прямо сейчас играет очень важную роль в деле сохранения стабильности на западном берегу. И это очень важно, поскольку никто не хочет появления второго фронта на западном берегу или где-либо ещё. Ранее американские чиновники довольно туманно высказывались по этому поводу. Например, о том, что помимо палестинской автономии в Газе должны появиться международные организации и, возможно, миротворцы. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас считает, что управлять газой должно его правительство. «Территория газы – это часть оккупированных Израилем с 1967 года территорий. Мы не согласимся с каким-либо решением об отделении газы или по контролю за безопасностью там без нашего участия. Мы призываем к мирному решению, а не к военному. Мы за признанную по международному праву концепцию двух государств – Израиля и Палестины». Я напомню, что Фатх, партия Аббаса, проиграла выборы в палестинский парламент в Газе в 2006 году. Именно тогда боевики Хамас пришли к власти в секторе. Через год началась борьба за власть и вооружённые столкновения. Избранных депутатов от Фатх и сторонников партии Аббаса боевики убили. После этого палестинская автономия утратила какой-либо контроль над происходящим в Газе. Махмуду Аббасу через неделю исполнится 88 лет. Эксперт Атлантического совета по Ближнему Востоку считает, нападение боевиков на Израиль месяц тому назад – это попытка укрепить свои позиции с учётом низкой поддержки Аббаса на Западном берегу. Членам Хамаса не важно, сколько ещё умрёт палестинцев, сколько умрёт их бойцов. Если их пригласят за стол переговоров, они будут уже это считать победой. Так же, как и то, что они показали себя в выигрышном свете в преддверии следующего важного этапа. А именно, что станет с палестинской автономией после смерти Аббаса. Вот в чём их замысел на самом деле. И именно это – одна из важнейших причин, по которой они совершили нападение на Израиль. Важный игрок в вопросе будущего Газе – Евросоюз. Брюссель заявил, ни Хамас, ни Израиль не должны управлять регионом по окончании войны. Но внятного плана ЕС пока не представил. А ключевую роль в послевоенном устройстве газа, несомненно, будет играть Катар – один из главных союзников США в регионе и одновременно крупный спонсор сектора газа. Там же в безопасности и роскоши живут лидеры Хамас. Мария Яблонская. Настоящее время. У нас в эфире Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Атлантик-Канцела, арабистка, бывший депутат КНЕС. Это Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сегодняшнее заявление Нетаньяху о том, что после окончания боёв Израиль будет нести ответственность за безопасность в секторе в течение неопределённого времени. Как вы понимаете эти слова? Ну, мне кажется, что довольно понятно, что имеет в виду Нетаньяху. Причём он, конечно же, ничего не говорит о второй части, о гражданском контроле над газой. Но это потом, прежде всего, безопасность. Я предполагаю, что он имеет в виду то, что у Израиля будет, и у армии обороны Израиля будет полная возможность продолжать контролировать ситуацию в секторе газа, вмешиваться по необходимости, контролировать также и пограничный переход в Рафиах и с Египтом, как это было до 2005 года. То есть оккупация? Нет, вот в том-то и дело, понимаете, когда мы говорим про оккупацию, то тут подразумевается ещё одна часть, гражданская составляющая. Потому что формально палестинцы утверждают, что Израиль уже оккупирует и газу, и Западный берег, разумеется, поэтому в легальном плане ничего не изменится. Но если Израиль до 1993 года нёс ответственность за гражданские вопросы, была гражданская администрация на территориях, которая, соответственно, занималась всем. Это образование, это медицинское обслуживание, это канализация, то есть это все аспекты гражданской жизни в секторе. И были какие-то главы, скажем так, местных управлений, мэры, с которыми Израиль сотрудничал. Но в целом он управлял, Израиль управлял этим всем. Сейчас Нитиняв говорит только о возможности продолжать военную деятельность на территории Газа, что, в общем-то, понятно, потому что в условиях вакуума на следующий же день возникнет тот же Хамас, а может быть, что и похуже, чем Хамас, это всем понятно. Но то, что хотят услышать не только в США, но и в арабских странах, это вопрос о том, а кто будет руководить сектором Газа, кто будет решать вот эти вопросы. У кого силы, у кого оружие, тот и руководит. Так в том-то дело, если Израиль сейчас разоружает единственную группировку, у которой есть оружие в руках, то есть если мы вычленяем Хамас из этого уравнения, что у нас остаётся в итоге? Израильская армия, которая остаётся там с оружием. Израильская армия, но а гражданская ответственность на ком лежит? То есть кто будет заботиться, например, о предоставлении, например, распределении продуктов питания, расселении беженцев, воссоздании школ и так далее и тому подобное? То есть предполагается, что это должна быть какая-то, возможно, палестинская структура. Но любая палестинская структура, и это не только нынешний руководитель Махмуд Аббас, которого также именуют Абу Мазун, но и любой другой человек, они, разумеется, потребуют платить твёрдой валюте. То есть это имеется в виду возобновление переговоров о судьбе Западного берега и создании палестинского государства. Неттаниау и его коалиция на данный момент, мы не знаем, кто будет у власти ещё через год, два или три, но на данный момент та коалиция, которая есть, даже предположить себе не может, что вот это вот всё может стать реальностью. То есть это люди, которые считают, что Израиль должен простираться, как и палестинцы говорят, от моря до реки. То есть ни о каком преданте Таньяху и его команде, ни о каком создании палестинского государства речи быть не может? Нет, нет, это исключено абсолютно. Это прописано, более того, в основополагающей, скажем так, политике линии правительства, который это публичный документ, можно с ним ознакомиться. То есть идеология нынешнего правительства, это ни в коем случае не допустить создание палестинского государства. И именно поэтому в интервью американским СМИ Неттаниау, естественно, не может сказать ничего такого, что будет идти вразрез с мнением его коалиционных партнёров. Поэтому он подчёркивает военный аспект, безопасность, с этим более-менее понятно. А что на самом деле должно происходить в Газе и как будет выглядеть следующий день, насколько я знаю, довольно осведомлённые источники, мне недавно рассказали, что даже на встрече с госсекретарём Энтони Блинкеном Неттаниау отказался обсуждать этот вопрос. Говоря о том, что давайте сначала мы победим, а потом мы будем решать проблему. То есть я думаю, что и понятно, что готовиться нужно к завтрашнему дню, одновременно также продумывая шансы на переустройство газа. И готовиться к этому нужно прямо сейчас, потому что мы видим, как быстро действует цель. Но на данный момент это то, что у нас есть. Ксения, а какой бы вы видели наиболее вероятный сценарий развития событий после окончания боевых действий? И какой бы вы видели наиболее лучший? Смотрите, наиболее вероятный сценарий – это за неимением какого-либо элемента, которому можно доверить власть над сектором газа, переустройство газа и так далее. Будь то какая палестинская автономия, будь то какая-то временная структура палестинских местных лидеров, которые не связаны с Хамасом. То есть за неимением вот таких желающих. А желающих будет немного, поверьте мне. Потому что это будет, во-первых, вопрос, опять же, связанный с ситуацией на Западном берегу. Во-вторых, это будет восприниматься многими как сотрудничество с оккупационными властями. И мы помним, чем это все закончилось в Южном Ливане в 1982 году. Убийством новоизбранного президента Башира Джмайля. В сентябре буквально это было 1982 года. Поэтому тогда получается, что Израиль как бы поневоле, но придется устанавливать свою администрацию. Все, как было после 1967 и до 1993 года. Это огромная ответственность, это огромные расходы, это огромные человеческие потери. Нужно это понимать. Это враждебная атмосфера, обстановка, даже если Хамас будет зачищен полностью. Но мы же понимаем, что Хамас — это не только люди. Это и идеология тоже, поэтому она ведь никуда не денется. То есть процесс дерокализации газа — это что-то, что может занять десятки лет, я думаю, объективно. Но идеальный сценарий, на мой взгляд, был бы такой, что палестинская автономия при поддержке арабских стран и, возможно, какого-то воинского контингента... Но я не буду говорить про, знаете, арабские страны, потому что понятно, что мало кто из арабских стран на самом деле пошлет в газу своих людей, своих солдат. Но какие-то страны, может быть, например, Египет, может выставить своих людей на так называемый филадельфийский коридор, шоссе Салах-ад-Дин, сопряженная с Египтом граница. И при помощи международного сообщества, при помощи арабских стран и, желательно, конечно же, при новом руководителе палестинской автономии, нынешнему уже 88 лет исполнилось, и там есть свои проблемы, и многочисленные, там начинают создавать буквально с нуля новый режим, новую структуру, новую систему образования, буквально начиная с нуля. План Маршалла для газа, но и для Западного берега одновременно тоже, потому что эти все вещи идут в связке. Ксения, у нас минутка остается, но я не могу не спросить, как вы оцениваете сейчас количество жертв среди гражданского населения сектора газа при выполнении Израиля военных задач? Смотрите, сегодня говорил об этом очень хорошо бывший глава британской разведки Дирла. Он сказал буквально то, что, ну вот мы это повторяем уже давно, Хамас делает все возможное для того, чтобы погибло как можно больше граждан, задерживает их эвакуацию, уговаривает их не уходить оттуда. Естественно, расположение ракет, установок и туннелей под домами, под школами. Я это видела все сама своими глазами, когда работала в Газе до 2007 года. Поэтому Израиль делает все возможное, я верю в это абсолютно, для того, чтобы сократить количество гражданских жертв. Хамас, опять же, старается, чтобы погибло в массах. Если можно 100 тысяч, то пусть будет 100 тысяч. Поэтому это борьба не только военная за военную победу, но это борьба также и за сохранение жизни гражданских лиц с врагом, которому, ну, ни чуточки не жалко своих собственных людей. Ксения, спасибо большое, что смогли выйти к нам в эфир. Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Атлантик-Канцелла, арабистка, бывший депутат КНЕС. Это спасибо. Ну, а генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в очередной раз призвал к прекращению огня в Газе. Он заявил, что в результате операции Цехала страдает гражданское население, больницы, лагеря, беженцев, мечети, церкви и объекты ООН. Газа превращается в детское кладбище. Сотни девочек и мальчиков, согласно поступающим данным, погибают или получают ранения ежедневно. По имеющейся информации, за четыре недели было убито больше журналистов, чем за всё время конфликта. По крайней мере, за три десятилетия. Было убито больше сотрудников ООН, оказывающих помощь, чем за любой сопоставимый период в истории нашей организации. При этом Гутерриш напомнил, что боевики Хамас используют гражданское население сектора газа в качестве живого щита и ещё раз заявил, что осуждает пуски ракет по Израилю, как и нападение боевиков 7 октября. Тем не менее, слова Генсека раскритиковал глава МИД Израиля. Эли Коэн написал в социальной сети Икс, цитата, «Стыдно, Гутерриш». Больше 30 несовершеннолетних, среди них 9-месячный младенец, малыши, дети, на чьих глазах хладнокровно убили их родителей, находятся в заложниках в секторе газа. Проблема «Газы» — это Хамас, а не действия Израиля по уничтожению этой террористической организации. В течение этого выпуска мы ещё вернёмся к теме войны Хамаса и Израиля, поговорим о том, что в мире антисемитизма становится всё больше. Ольга Бешле изучала этот вопрос. Европейские чиновники обеспокоены ростом антисемитизма. Еврокомиссия, а это высший орган исполнительной власти Евросоюза, прямо заявляет, евреи сегодня снова живут в страхе, нужно усилить меры безопасности. Что такое антисемитизм? Как он может проявляться сегодня? Как с ним борются государства и частные инициативы? Об этом я очень скоро расскажу вам в моём материале. Ну а пока к трагедии в Киевской области Украины. В Министерстве внутренних дел Украины озвучили предварительную версию гибели Геннадия Чистякова, который был помощником главнокомандующего вооружённых сил Украины Валерия Залужного. Версия полиции – неосторожное обращение с боеприпасами. Ранее на смерть своего не только помощника, но и близкого друга отреагировал и сам Залужный. Он назвал трагедию и своей личной. Всё, что известно об обстоятельствах гибели Чистякова, расскажет Алексей Продайвода. По официальной версии следствия, помощник Валерия Залужного, 39-летний Геннадий Чистяков, в свой день рождения накануне вечером вернулся домой и начал показывать родным, что ему подарили коллеги. Среди подарков был подарочный ящик, в котором лежали шесть гранат западного образца. По предварительной версии следователей, 13-летний сын Чистякова взял в руки боеприпас и начал крутить чеку. По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, отец, забирая у ребенка опасный предмет, выдернул кольцо и произошел взрыв. Чистяков погиб на месте, а его сын в тяжелом состоянии попал в больницу. На месте трагедии полиция нашла еще пять неразорвавшихся гранат. Еще два таких же боеприпаса полицейские обнаружили при обыске в кабинете военнослужащего, который подарил Чистякову те самые гранаты. Издание «Украинская правда», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило, что, со слов супруги погибшего, Чистяков принес домой пакет с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. Сегодня утром в эфире «Радио Свобода» представительница МВД Марьяна Рева сообщила, что коллега военнослужащий, подаривший Чистякову боеприпасы, признался следователям, что предупреждал именинника, что гранаты не бутафорские, а настоящие. Особа, которая, вероятно, подарила эти подарки, она узнала о том, что передала этот подарок погиблему, и не думал, что серьезно, не серьезно принимал слова о том, что он предупреждал, что гранаты боевые, на жаль. И, вероятно, не поверил погиблему в эту информацию. Имени дарившего пока идет следствие официально не разглашают, но ряд СМИ со ссылкой на источники называют полковника Тимченко. Как пишет агентство Униан, ссылаясь на свидетелей, при которых вручался подарок, Тимченко якобы сказал Чистякову, цитата, «Тебя удивить тяжело, поэтому дарю тебе боевые гранаты и бутылку хорошего виски». Конец цитаты. Собеседник Униан допускает, что, возможно, именинник воспринял это как шутку. При этом собеседники «Украинской правды» рассказали изданию, что Чистяков оканчивал военную академию в Одессе и точно знал, как обращаться с гранатой. После трагедии в сети стали сразу распространяться версии про российский след и разные конспирологические теории об умышленном покушении на помощника Валерия Залужного, ведь Геннадий Чистяков работал вместе с главнокомандующим ВСУ еще с самого начала полномасштабного вторжения России. Правда, украинские правоохранители эти сценарии отбрасывают и почти со стопроцентной уверенностью считают, что это несчастный случай из-за неосторожного обращения с боеприпасом. Кстати, о гранатах. Если судить по фото с места трагедии, они немецкого производства. Это универсальная ручная противопехотная граната ДМ-51, которую можно использовать как при штурме, так и в обороне. Радиус зоны поражения у нее 25 метров. Следствию еще предстоит выяснить, каким образом они оказались не у бойцов на фронте, а в роковом подарочном наборе. Алексей Продоева, Даниколай Рыщенко. Настоящее время. Украина. Ну и этой ночью Россия вновь атаковала украинские города. Один из районов города Никополь в Днепропетровской области был трижды обстрелян из тяжелой артиллерии. Один мужчина был ранен. Пострадали несколько зданий, в том числе храм, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Он же сообщил и об ударах по кривому рогу. Там обошлось без пострадавших. Взрывы минувшей ночью звучали и в оккупированном Крыму. Телеканал «Суспильность» со ссылкой на местных жителей сообщил, что взрывы слышали в районе Севастополя и возле города Саки. Назначенный Кремлем глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ПВО якобы сбило над городом пять дронов. Позже в Российской Минобороны заявили, что Крым атаковали 17 беспилотников. Ну и к слову о Крыме. На выходных в Страткоме Вооруженных сил Украины заявили, что успешно атаковали судоремонтный завод «Залив» в оккупированной Керчи. И сегодня военные опубликовали фото последствий удара. На снимке по утверждению Страткома российский ракетоноситель «Аскольд» корабль мог нести до восьми крылатых ракет «Калибр». Судно, вероятно, не подлежит ремонту, заявили украинские военные. В Министерстве обороны России эту атаку не комментировали. А вот в Британском Министерстве обороны дали свою оценку. В ежедневной сводке пишут, что удар по Керчи может заставить Россию подумать о перемещении судоремонтной инфраструктуры дальше от линии фронта. Там также отметили, что корабль «Аскольд» спустили на воду лишь в 2021 году, и он еще не был введен в состав российского флота. Но в Донецкой области российская армия наступает на бахмутском направлении. По данным Генштаба вооруженных сил Украины, украинские военные отбили пять атак и продолжают ответные штурмовые действия южнее города. По сообщениям ведомства, активные боевые действия сейчас идут также в районе Авдеевки. Российская армия пытается взять этот населенный пункт в окружение. Подразделения ВСУ отбивают атаки, утверждает в украинском Генштабе. В телеграм-канале 47-й бригады опубликовано видео боев в районе Авдеевки. Как сообщают военные, на этих кадрах колонна российской техники пытается идти вперед и попадает под артиллерийский огонь ВСУ. На другом участке фронта в Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали медицинские учреждения и жилые кварталы. Вот как выглядят, посмотрите, многоэтажки в центральной части Херсона, ну а также частные дома, которые вы видите. Квартиры почти нет. Там перекритие упало между крышей и пятым поверхом, и между пятым поверхом и четвертым. Там была женщина. Я зашла в этот гараж, гараж закрыла, а потом вихожу, смотрю, что это такой, бух, такой страшный, вот видите, она туда попала. А у нас вот все тогда разбомбило. Постраждал мой муж, он сидел на пороге, на пороге его, это сама, на пороге я поспала, осколок ему сюда, вытягивали осколок. Ну и между тем, журналисты пытаются выяснить, готовится ли Киев или, возможно, его готовят к переговорам с Москвой. Напомню, на днях американский телеканал NBC со ссылкой на двух американских чиновников заявил, что США и Евросоюз якобы начали обсуждать с Украиной возможность диалога. Информационное агентство «Интерфакс Украина» цитирует европейского чиновника. Тот назвал информацию о готовящихся мирных переговорах неправдивой. Говорит, если бы это было правдой, он бы об этом знал. Имя при этом этого высокопоставленного дипломата украинские журналисты не раскрывают. Мы же узнали позицию Киева по этому поводу. Говорил с нами неанонимно, вполне открыто советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Вчера в эфире вот что он нам заявил. Как можно договориться о том, что невозможно? Вот Российская Федерация не предлагает никакого переговорного процесса. И никогда не предлагала. Российская Федерация предлагает капитуляцию Украины. В том или ином виде. Неважно, полная территория, частичная территория, оккупированная. Россия предлагает капитуляцию. И сегодня она настаивает на капитуляции. И воюет она абсолютно точно, собирая все, что только можно, милитаризируя свою экономику основательно для того, чтобы продолжать боевые действия. Если мы проводим переговоры с Российской Федерацией, это означает, что Россия не проиграла. Россия не виновна в военных преступлениях. Россия не выплачивает репарации. Россия будет настаивать на снижении или снятии каких-то санкций. И возврате ей заблокированных денег и так далее и тому подобное. Вот что означают переговоры. И, соответственно, эту концепцию никто не продвигает с наших партнеров. Никто об этом нам не говорит. И президент Украины, кстати, сам неоднократно уже говорил, нету таких опций. Нам никто не заставляет вести переговоры. И это невозможно на данном этапе. У нас в эфире Виталий Портников, украинский журналист, публицист, обозреватель радио «Свобода». Виталий, здравствуйте. Спасибо, что смогли выйти к нам в эфир. Здравствуйте. По моим наблюдениям, сейчас в украинском обществе, ну, такие две основные позиции. Основная это продолжать воевать, выйти на границы 91-го, освободить людей, которые оказались в оккупации, вернуть дома тем, кто выехал, которые дома, ну, чьи оказались в оккупации, пусть и с большими человеческими потерями. И вторая группа, она намного-намного меньше, но она есть. Это условное перемирие, чтобы потом вернуть территории, но при этом сохранить жизни людей, жизни военных. Права ли я в своей такой оценке настроений в украинском обществе? Вы знаете, я вообще, в принципе, считаю, что обсуждение настроений в украинском обществе, когда речь идет о войне или переговорах, не имеет ровно никакого значения. Ну, до 2022 года тоже были разные позиции. Одни говорили, что война неминуемая, они были в меньшинстве. Другие говорили, что большая война вот-вот наступит, и они были в меньшинстве. Ну, и какое значение имели позиции этих двух групп? Почему вообще об этом говорили? Имеет значение исключительно позиция Российской Федерации. А в Российской Федерации имеет значение позиция одного единственного человека, Владимира Путина. Если мы с вами обсуждаем все эти вопросы, мы должны интересоваться исключительно его позиции. Между прочим, в том материале NBC, на который вы ссылаетесь, есть четкая строчка, которая перечеркивает весь материал. Что западные союзники не видят у Владимира Путина никакого желания идти на какие-либо переговоры в Украине. Так как Путин по-прежнему уверен, что он пересидит Запад и дождется момента, когда Запад откажется от помощи Украине. А Украина следственно окажется той добычей, на которую он рассчитывал еще в феврале 2022 года, если не в 2014 году. Поэтому я вообще не очень понимаю, какую тему мы обсуждаем. Но при этом, дело в том, что не только западная пресса пишет о возможных мирных переговорах. В России, возможно, это конспирологическая теория. Но то, что я замечаю, в России вдруг Андрей Колесников пишет, что Явлинский ходил во встречу к Путину. Выясняется, что говорили якобы о перемирии. Сальдо, который себя называет губернатором Херсонской области в составе РФ, публикует ролик, где обнимаются российские и украинские военные. Шойгу заявляет, что Россия готова к неким политическим дискуссиям. Лукашенко говорит, что призывает к остановке боевых действий и переговоров. Не свидетельствует ли это о том, что, возможно, и российское общество готовят к возможным переговорам или прощупывают настроение? Так ведь Россия же никогда не отказывалась от переговоров. Просто она под переговорами, как уже было в вашем эфире сказано, подразумевает капитуляцию. Переговоры с точки зрения России, так называемое признание территориальных реалий, денатификация, демилитаризация и прочая такая лабуда. Это то, о чем российские чиновники говорят. Мы готовы к переговорам. Только пусть Украина сдастся, признает Крым и Донбасс и Юг Украины российскими территориями. Иначе она нам будет угрожать. Мы же хотим свою территориальную целостность и мир отстоять. А допускаете ли вы, что западные партнеры могут склонять Украину как раз к переговорам, основываясь на том, что заморозки условно тех территориальных реалий, которые есть сейчас? Еще раз, не имеет никакого значения, к чему склоняют Украину западные партнеры при отсутствии российского желания вести какие-либо переговоры. Западные партнеры вообще все время говорили, если вы помните, с весны прошлого года, что они дают России, Украине оружие, чтобы она могла освободить как можно больше своих территорий. Никогда не говорили все, как можно больше. И чтобы она имела более сильную позицию на переговорах с Российской Федерацией. Западные партнеры всегда имели в виду, что будут переговоры. Так вот, я вам совершенно уверенно говорю, это была политическая ошибка. Непонимание ситуации, непонимание России. Никаких переговоров не будет. Эта война переговорами не завершится. Поэтому обсуждать вариант, который является элементом политической фантастики, можно, если есть такие желания. Но надо уже четко излечиться от иллюзии, понять, где мы находимся. Мы находимся в ситуации бесконечной войны. Вот мы там считаем дни войны в Украине. Сегодня, насколько я помню, уже наступил... Какой день? Уже сбился со счета, честно говоря. Я тоже сейчас могу «Украинскую правду» открыть, посмотреть. Ну, 622-й, да? А на Ближнем Востоке, между прочим, всего лишь 32-й день войны. А скоро наступит 64-й. А потом прибавится следующая война. И мы с вами будем отсчитывать прямые, так сказать, трансляции этой войны, которая будет там на Дальнем Востоке. Там 20-й день, 45-й. И не будет никаких переговоров. Вот это и есть реальность, с которой мы будем жить. Надо просто научиться жить в этой реальности. Людям, которые еще живут в мирных, так сказать, странах, понять, что они будут окружены войнами. Людям, которые находятся в таком, если хотите, кризисном состоянии, в кризисных местах, понять, что они будут жить в войнах. И научиться считать дни, месяцы и годы пребывания своих стран в войнах. Они рассчитывать на то, чего не будет. Зачем придумывать себе какие-то истории? Война завершится, когда силы двух сторон будут исчерпаны. Без всяких переговоров. Просто фронт застымет. Когда не будет человеческих и технических резервов. И на этом будет некая остановка. Без какого-либо, возможно, политического процесса. Вот так может быть. В каком году? Я вам не скажу. Этого никто не знает. Мы можем до этого не дожить. Все вместе. А многие могут дожить. Посмотрим. Это же додлительный процесс. Но рассчитывать на то, что это вдруг возьмет и завершится, пока что нет оснований. Виталий, вы говорите о том, что Запад ошибся. А видите ли вы предпосылки для того, чтобы Запад понял, что он ошибся и захотел исправить свою ошибку? Ну вот тот самый условный запад. Вот так может исправить свою ошибку. Вот ему предлагает некие варианты командующий за вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный. Дать больше оружия, чтобы Украина могла освободить больше территорий. Но опять-таки тут же есть расчет на что. Вот у генерала Залужного был расчет на то, что большое количество жертв побудет Россию прекратить войну. Сейчас есть другой расчет, что если дать больше вооружения и Россия потеряет оккупированные территории, а украинская армия выйдет на границы международно, признанная своей страной, то это побудет Россию завершить войну. Это тоже интересный тезис, но он тоже может оказаться ложным. У Запада дело не в том, что у Запада нет возможности исправить свою ошибку. Дело в том, что это та ситуация, в которой нечего исправлять. Это просто реальность, в которой просто не хочется жить очень многим людям. А она такова. Понимаете, если у вас какое-то серьезное хроническое заболевание, и вам говорят, что вы с ним живете, вам же не хочется жить, вы думаете, где вы допустили ошибку? Но есть ошибки, которые нельзя исправить, потому что это уже внутри вас, это заболевание. И вы с ним просто должны научиться жить как-то, принимать вовремя таблетки, терапию, химиотерапию ходить. И тогда вы, может быть, продлите себе жизнь на какое-то время. Ну вот это такая война. Вообще все войны 21 века будут такими, другими они не будут. И это, я думаю, для нас, журналистов, это просто потрясающее по ужасу испытание. Но люди же не журналисты, понимаете? Они же хотят жить в нормальном мирном мире. Они никак не могут понять, почему они не могут до него дойти. А там нет, дорога заблокирована надежно. Особенно те, которые в оккупации живут. А люди, которые живут в оккупации. А есть люди, которые не живут в оккупации, которые живут просто под ракетными обстрелами. И ждут прилетов беспилотников. И судьба не менее тяжела, чем людей, которые живут в оккупации. Потому что это тоже непростая жизнь. Но это реальность. Но при чем тут переговоры? Почему мы вообще о переговорах-то говорим? Окей. Виталий, а видите ли вы, как человек, который прожил несколько лет в России. Который много работал в России. Изучал историю и, собственно, политику. Видите ли вы какие-либо предпосылки на то, что что-то произойдет внутри самой России. Что изменит ход войны. Или, возможно, положит конец ей. Я действительно работал в России несколько десятилетий. И я считаю, что то, что сейчас приделает президент Российской Федерации, отражает состояние российского общества. И я вполне допускаю, что подлинные настроения российского общества куда более жесткие и радикальные, чем то, что мы видим от российского руководства. Потому что если мы видим социологию, где, как только говорится о том, что придется отказаться от каких-то оккупированных территорий, число сторонников мира сразу резко снижается, то это уже говорит о состоянии общества сегодня. Россия — это страна, население которой уверено, что нет таких жертв, которые нельзя было бы потратить на восстановление империи. Русский человек всегда был носителем этого сознания. Потому что империя была компенсацией его собственного арабского состояния в стране. И Путину удалось его благополучно в это арабское состояние вагнать, из которого он вроде бы стал выходить в 90-е годы прошлого века. И ему теперь опять нужна компенсация. Компенсация в виде украинских территорий. Я думаю, там дальше будут другие, белорусские, казахские. Это же большая война. Она должна охватить все бывшие советские республики. Мы же понимаем, что по московскому плану ни одной бывшей советской республики не будет на карте. Все должно быть частью этой новой большой страны восстановленной. Поэтому будет еще много войн, много разрушенных человеческих судеб, много разрушенных домов, много разрушенных школ и детских садов, много попаданий в больницы. Все это будет на нашей с вами памяти и в нашей с вами жизни. Просто нужно сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Потому что если Украине действительно удастся остановить Россию в этой ситуации, то другие бывшие советские республики могут быть застрахованы от подобного нападения. Если война здесь будет продолжаться, как я уже не раз говорил, не будет локализована хотя бы, не будет превращена в войну низкой интенсивности, будет появляться одна война за другой. На постсоветском пространстве, на Южном Кавказе, на Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке. Будем полыхать. Не будет даже времени нам с вами говорить, понимаете. Потому что вы должны будете меня прерывать, чтобы перейти к эксперту по поводу какого-то следующего военного конфликта. Если вы сейчас этого еще не делаете. Уже делаю, к сожалению, Виталий. Спасибо вам огромное за неоптимистичный, но такой холодный душ. Виталий Портников, журналист, публицист, писатель, обозреватель Радио Свобода. Спасибо вам. Спасибо. Ну а мы идем дальше. Переходим к ситуации на границе Польши и Украины. Польские перевозчики второй день блокируют несколько пунктов пропусков. Они требуют ограничений для украинской конкуренции. В частности, Ягодин-Дорогуск, Краковецк-Корчево и Раворусское-Гребеное. Там пропускают только по одному грозовику в час в обе стороны. Движение сильно осложнено. При этом организаторы подчеркивают, что частичная блокировка касается только грузовых автомобилей. Гуманитарные конвои и военную помощь обещают пропускать. Подробнее о сути конфликта и требованиях польских перевозчиков расскажет Ольга Жирносек. В польском Дорогусске движение блокируют несколько десятков перевозчиков. Они говорят, что готовятся к долгому протесту. Мы хотим, чтобы были восстановлены правила честной конкуренции. Чтобы мы могли работать и зарабатывать деньги. Чтобы эти грузовые автомобили не были вынуждены здесь стоять, потому что мы теряем деньги. Такой автомобиль никто не покупает, чтобы он здесь стоял. А для того, чтобы он ездил и зарабатывал деньги. К сожалению, нынешняя ситуация вынуждает нас пойти на такие действия. Основная претензия – так называемый транспортный безвиз для Киева. Он означает, что украинским перевозчикам не нужно получать специальное разрешение для перевозок в страны ЕС. Такое соглашение Украина и Евросоюз подписали после начала полномасштабного российского вторжения, чтобы поддержать украинскую экономику. Более дешевые услуги перевозчиков из Украины ударили по польскому рынку. На сельское хозяйство приходится 3% польского ВВП. На транспортный рынок – 7%. То есть в два раза больше. Но с нами обращаются хуже. Нам говорят, что мы ничего не можем сделать, что определенные ограничения связаны с европейскими правилами. Но поскольку мы смогли что-то сделать для фермеров, я не понимаю, почему они не могут сделать то же самое для нас. Кроме того, польские перевозчики жалуются на ущемление их прав со стороны Киева. Чтобы доставить в Польшу грузы из Украины, им необходима электронная регистрация. Время ожидания – до 12 дней. При этом в самой Польше таких требований нет. Мы все еще пытаемся бороться. Но если ничего не произойдет, мы не продержимся до нового года. Украина захватит польский транспортный рынок, а потом захватит немецкий. На блокировку пунктов пропуска отреагировал посол Украины в Польше Василий Зварич. Он призвал решать проблемы другим путем. Чтобы, цитата, «не играть на руку общему врагу». Блокировка польскими перевозчиками дорог к пограничным переходам в Гребенном, Дорогуске и Корчевой – это болезненный удар в спину Украины, которая страдает от российской агрессии. Под угрозой коридоры солидарности между Украиной и Европейским Союзом, проходящие через территорию Польши. Призываем польских протестующих прекратить блокаду границы и выбрать другие формы отстаивания своих прав, которые бы не препятствовали движению через границу. В Ассоциации перевозчиков Польши говорят, что нынешний протест – это акт отчаяния, который не направлен против конкретного правительства. В то же время там признают, что польские власти не среагировали на проблему вовремя. Мы готовы предъявить требования отрасли, первый из которых – вопрос перевозок между Польшей и Украиной и равных правил конкуренции. Четыре ответственных министерства пока отложили решение этого вопроса. Из-за медлительности и бездействия правительственной администрации настроения перевозчиков становятся радикальными. И достичь компромисса будет все сложнее. Решать конфликт придется уже новым властям страны. В середине октября в Польше прошли парламентские выборы. Но пока новое правительство не сформировано. А значит, польским перевозчикам придется ждать. Ольга Жарносек. Настоящее время. Ну и весьма накаленная ситуация в Грузии. На линии разграничения с непризнанной Южной Осетией российский солдат застрелил грузинского мужчину. И теперь Тбилиси требует, чтобы Россия выдала своего военного. Все подробности расскажет Звиат Мчадлишвили. Инцидент произошел в селе Кирбали. Это примерно в 80 километрах от Тбилиси. Там проходит так называемая линия разделения. Неподалеку от Кирбали находится церковь, куда периодически поднимаются жители близлежащих грузинских сел. Туда же накануне отправились и 58-летний Томас Гентури, который, к слову, был ветераном российско-грузинской войны, и 35-летний Леван Дотиашвили. Российский военный патруль попытался их задержать и открыл по ним огонь. Томас Гентури был застрелен на месте. Подробные детали случившегося доподлинно неизвестны. Дотиашвили, которого служба госбезопасности Грузии называет «золотым свидетелем», был задержан и помещен в один из изоляторов Цхинвали. Тело Гентури доставлено в Тбилиси. Проводится экспертиза. Этот инцидент вызвал огромный резонанс во всей Грузии. Глава государства Солома Зуравишвили назвала убийство грубой атакой на грузинскую государственность. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили также возложил ответственность за случившееся на российскую сторону и назвал убийство, цитата, «тяжелым последствием оккупации». Российская сторона пока никак не реагирует на инциденты. Это представители сепаратистских властей Южной Осетии утверждают, что граждане Грузии были в состоянии алкогольного опьянения и якобы оказывали сопротивление, попытавшись наехать на силовиков на автомобиле. Российские военнослужащие ранее уже не раз открывали огонь по гражданам Грузии и похищали людей на линиях разделения с Южной Осетии и Абхазии за нарушение так называемой границы. По поводу вчерашнего инцидента в МВД Грузии возбуждено уголовное дело. Грузинская сторона требует освободить задержанного гражданина. Также Дбилиси потребует выдачи военнослужащего, открывшего огонь. Ну и анонсированный ранее материал об антисемитизме в Европе. Власти Европейского Союза заявили о необычайном его всплеске. Еврокомиссия выпустила даже соответствующие заявления. А в Германии сегодня представили данные последнего мониторинга уровня антисемитизма в стране. Социолог Беата Купер заявила, что почти 6% населения проявляют антисемитские настроения. И это в три раза превышает уровень двухлетней давности. О том, какие формы принимает современный антисемитизм и как предлагается с ним бороться, Ольга Бешлей. Всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе за последние несколько дней достиг необычайного уровня, что напоминает некоторые из самых мрачных времен в истории. Шесть бутылок с зажигательной смесью были брошены в синагогу в Берлине. Звезды Давида появляются на домах в городах Франции. В еврейской части центрального кладбища Вены был устроен пожар, а на внешних стенах были нарисованы свастики. Испанские синагоги разрисовывают граффити. На демонстрациях звучат лозунги против евреев. Все эти факты в своем заявлении перечислила Еврокомиссия. Европейские чиновники констатируют, нужно усилить меры безопасности и реагировать на антисемитский контент в интернете. А еще придерживаться комплексной стратегии по борьбе с антисемитизмом, которая, оказывается, была разработана в Евросоюзе еще в 2021 году. Давайте вместе откроем эту стратегию и узнаем из нее, как обстояли дела с антисемитизмом в Европе еще до нынешнего кризиса. Вот данные Еврокомиссии. 44% молодых евреев, живущих в Европе, подвергались антисемитским преследованиям. 71% евреев хотя бы время от времени избегают носить с собой и выставлять на показ атрибуты, по которым их можно идентифицировать. 38% евреев подумывают об эмиграции, потому что в ЕС они не чувствуют себя в безопасности. Для борьбы с антисемитизмом предлагалось прежде всего увеличивать информированность общества и донести до как можно большего числа людей, что же такое антисемитизм. Для этого было создано развернутое определение. Оно само по себе не имеет юридической силы, но им руководствуется уже в 25 странах ЕС, в сферах образования, в государственных органах и в СМИ. Если коротко, антисемитизм – это определенное восприятие евреев, которое может выражаться в ненависти к евреям. И далее приводятся самые распространенные примеры такого восприятия. Я открыла эти пункты на сайте Еврокомиссии и уже с их помощью посмотрела на некоторые плакаты с недавних акций протеста. К примеру, вот этот плакат. На нем изображено, что сионизм и гитлеровский нацизм – это якобы одно и то же. Еврокомиссия же говорит, цитата, «Сравнение современной политики Израиля с политикой нацистов – антисемитизм». Или вот этот плакат. «Предлагается очистить мир от Израиля». А Еврокомиссия говорит, «Отказ еврейскому народу в его праве на самоопределение – это антисемитизм». Собственно, это то, что провозглашает Хамас. «Террористическая организация Хамас преследует цель уничтожить государство Израиль. Мы видим их пропаганду в Германии, в их особенно агрессивных демонстрациях и особенно в нападениях на еврейские учреждения и дома евреев». Министр внутренних дел Германии в начале ноября объявил о том, что Хамас и другая пропалестинская группировка «Самидун» будут полностью запрещены в Германии. Про Хамас вы уже много знаете, а вот «Самидун» позиционирует себя как международная сеть солидарности с палестинскими заключенными. То есть цель правозащитная. Но по данным МВД Германии, члены «Самидун» публиковали посты в поддержку Хамас, а 7 октября в Берлине праздновали нападение на Израиль и раздавали прохожим сладости. Такие акции – это антисемитизм. Но помимо государственных мер по борьбе с этим явлением, есть частные инициативы. И тут интересен американский опыт. Например, в социальной сети «Икс» – это бывший Твиттер – я подписалась на аккаунт «Стоп Антисемитизм». Его работу финансирует израильско-американский бизнесмен Адам Мельштейн. Активисты проекта собирают видеосвидетельства антисемитизма и устанавливают имена людей, которые участвуют в таких инцидентах. К примеру, эту женщину, срывающую листовки с изображениями заложников, похищенных Хамасом, опознали как общественного защитника из Нью-Йорка. Ее работодателя проинформировали. А вот эта женщина, как сообщается, была уволена из компании Apple. Аккаунт «Стоп Антисемитизм» нашел ее пост, в котором она назвала себя гордой немкой, а евреев – убийцами и ворами. Отдельная история – студенческие кампусы. В одном из прошлых материалов я рассказывала, как студенческая комьюнити в США буквально раскололась из-за нападения на Израиль и операции в секторе Газа. Крупнейшая молодежная еврейская организация «Гилель» провела опрос. Каждый четвертый еврейский студент говорит, что с начала войны в их кампусе имело место насилие или акты ненависти. И уже есть громкие случаи арестов. Студент Корнеллского университета в штате Нью-Йорк обвиняется в онлайн-угрозах студенту-еврею. Его задержали, сейчас он в тюрьме. Из-за этого и подобных инцидентов ряд еврейских организаций и юридических фирм запустили горячую линию по бесплатной правовой защите от студенческого антисемитизма. Туда можно заявить о запугивании, преследовании, вандализме, насилии. В заключение я хочу сказать, что форм антисемитизма много. Поэтому Еврокомиссия напоминает. Критика государства Израиль – это нормально. Эту страну можно критиковать ровно так же, как и любое другое государство. Но попытка привлечь всех евреев к коллективной ответственности за действия государства Израиль – это антисемитизм. Ну а я еще успеваю вам рассказать, что в Италии спущена на воду супер-яхта «Шахерезада». Согласно расследованию команды Алексея Навального, она принадлежит президенту России Владимиру Путину. С мая 2022-го судно находится под арестом итальянских властей в порту Марина-де-Карара в районе Тосканы. И вот теперь видео пустого дока, где раньше стояла «Шахерезада», опубликовал британский блогер Терренс Варт. Я только что приехал сюда, и вот что интересно, ее тут нет. Она исчезла. По мнению блогера, яхту подготовили для выхода в море. В своем предыдущем видео о «Шахерезаде», которое было опубликовано в августе и трижды было удалено по требованию капитана самой яхты, тот самый блогер Варт рассказал, что судно отремонтировали, хотя по закону на арестованной яхте не могли вестись никакие работы. Как установила радио «Свобода», изучив спутниковые снимки, яхту спустили на воду 11-12 сентября. По словам главы Международного фонда борьбы с коррупцией Марии Певчих, итальянские власти не должны допустить того, чтобы «Шахерезада» покинула порт. Если итальянское правительство по какой-либо причине позволит «Шахерезаде» сбежать, это будет величайшим позором, который только можно себе представить. Самый существенный удар по санкционной политике ЕС. Этого не должно случиться, вы не можете вернуть Путину его яхту. Это просто безумие. Ну и напоследок о счастье, о специфическом, о счастье по-российски. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать в Российской Федерации Министерство Счастья. Мол, оно будет проверять каждый новый закон или законопроект на предмет того, а сделает ли этот документ россиян счастливее. Размышления об этом Юрия Баранюка. Какой закон необходимо именно сейчас принять в нашей стране? Вот необходим он сейчас, немедленно, срочно-срочно. Хороший вопрос. Немедленно закон о всеобщем счастье. Думаю, никому не надо объяснять, что так это не работает. Подозреваю, что и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сама все понимает. Но свою мысль она, тем не менее, развила. Давайте мы создадим в России Министерство Счастья, да? То ведомство, через которое будут проходить... Через то ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет того, а сделает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми. Если бы в России было Министерство Счастья, предположу, несчастной стала бы сама Валентина Матвиенко. Она и ее коллеги ранее одобрили закон Димы Яковлева, закон о повышении пенсионного возраста, закон о фейках про российскую армию, ужесточение ответственности за неявку по электронной повестке в военкомат и многое другое, на что специалисты Министерства Счастья были бы просто обязаны наложить вето. Или мы просто по-разному понимаем, что такое счастье? Согласно публикации российской газеты, самые счастливые россияне в 2023 году живут в северо-кавказских республиках и южных регионах России. В статье авторы ссылаются на исследования Ренессанс-банка. В этом году эти регионы не раз появлялись в новостях, правда, в другом контексте. Например, совсем недавно Махачкала, где разгневанная толпа устроила антисемитские беспорядки в аэропорту. Ранее Ростов-на-Дону, который захватил на сутки глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин и оттуда начал свой поход на Москву. Что мы еще знаем о Северном Кавказе? Там похищают критиков власти, делают женское обрезание девочкам, в Чечне могут даже казнить человека без суда и преследуют представителей ЛГБТ-сообщества. Но тут со мной поспорят специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения. По их данным, счастье для россиян – это здоровье свое и близких, удовлетворенность жизнью в целом, хорошая работа и в первую очередь семья. Власти и провластные активисты регулярно делают много социальной рекламы на эту тему. Но мне больше всех лично запомнился этот ролик, который уже можно отнести к архивным. Послушай, я залетела. Что делать? Аборт? А ты подари сыну жизнь. А всего счастливых людей в России по результатам мартовского опроса в ЦИОМа – 82%. При этом в международном рейтинге счастья Россия очень далеко от первых строчек списка ООН. Тут скорее как в песне «Россия для грустных». Она на 70-й позиции. Ее жители не так счастливы, как жители Ямайки или Боливии, но чуть счастливее, чем граждане Колумбии или Эквадора. А кто же возглавляет рейтинг? Соседка России – Финляндия. Страна, которая ни с кем не воюет и в которой нет Министерства счастья. Я еще раз напомню, мы вся команда программы «Вечер» на настоящем времени будет счастлива, если вы поставите лайки нам. Потому что нам очень важно, чтобы зрителей было как можно больше, потому что мы хотим доносить правду как можно большему количеству людей. И понимать, что работаем не зря. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Ютубе, подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы присутствуем практически везде. И не забывайте читать наш сайт currentime.tv. Там гораздо больше информации. Меня зовут Ирина Ромалийская. До завтра. Мы в маленьком городке Баткен, на юге Кыргызстана. В студии первой и, пожалуй, единственной независимой радиостанции в городе. Работа в которой для ее сотрудников стала едва ли не делом всей жизни. Я верю, что мы, как независимая медиа, можем на что-то влиять и менять жизнь в нашем регионе в лучшую сторону. Спасибо.